вы на канале это футбол брат здесь такие шоу что позавидовали бы вечеринки самого пафа дэдди правда если вы будете с нами вам за это ничего не будет подпишитесь поставьте лайк мы начинаем кстати тимур пи диди ты знаешь что такое диди на грузинский да что большой большой диди маблаба я обычно слышу паттера это маленький поэтому я не применяется смотря на тебя в одежде могу сказать что ты тидиди и это как бы твоя немножко почему мне кажется что тимур там точно был хотя бы раз хотя бы на одной вечеринке ты знаешь когда там был кто леонардо дикаприо мы всегда находимся в плотной сцепке с нашими подписчиками которые оставляют комментарии а мы здесь задаем прямой вопрос участникам команд и так кто бы сомневался пишет олег жданов команда гурцкая кто краснодар тогда конечно проиграют когда же успокоится этот мстительный грузин тимур отвечает александр вопрос у нас не передача цикл программ я напоминаю передача не дай бог дорогая передача так тимур отвечаем мстительный грузин когда успокоил и кто этот мстительный я ну просто не знаю ни одного дата так ни одного мстительного грузина я спокоен я успокоился все победа краснодара над зенитом меня успокоила саша ты как думаешь когда успокоится гурцкая никогда никогда но нет но на этой неделе я думаю что он на краснодар зарядит а я бы на самом деле подключил к нему там томограф и на экран выводил давление вот как я вообще давление идеальное да сейчас нет я понимаю ты мне в пятницу в 5 утра вымерил давление там понимаешь там любой аппарат будет вызывать скорую а что в субботу в 5 утра происходит ну это вернее с пятницу на субботу до владислава никогорь 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 никогорис мадлоб пишет gorgeous love можно в команду родимова поставить четвертый стул и посадить аршавина пусть будет родимов писарев шалимов и аршавин вот они всех порвут за этим столом как насчет четвертого стула как как тебе разрыв который образовался я был удивлен ты был удивлен ну а теперь давайте я напомню что 2 миллиона бонусов от нашего партнера получит команда которая окажется наиболее точной своих прогнозов поэтому вступайте в команду тимур или влада победитель разделит выигрыш среди своих подписчиков а также подписывайтесь на нас в телеграм youtube и вк ну а теперь подведем итоги ваших прогнозов и сразу хочется процитировать александра головина немножко в кавере но вот и ассасуна барс барса помнишь у него такой был твит и это приносит тебе две тысячи в копилочку потому что что договорились если барса будет проигрывать две тысячи будут падать вам за каждое поражение тимур это благородно да это благородно для телезрителей вы поверьте что я был уверен должно было произойти гораздо мы думали в 38-м туре это в конце выпуски видели что вы очень уверены лишь бы видеть ваше счастливое лицо тебе Диди Мадлоб большой учитывая что в октябре сборная России не собирается и вы пока без работы поэтому хоть какой-то вклад нашей команды официально объявляешь что ты ты решил что сборная России он сейчас это объявляет Николай Николаевич я никогда не думал что сборная России вы не собираетесь а не будет Александру Валерьевичу тоже позвоню Александру Валерьевичу можно писать давайте вернемся к вашим предыдущим прогнозам в матче локомотив спартак у обеих команд зашел только исход также у тимура зашел исход в матче Тоттенхэма и Юнайтед стоит отметить изысканный вкус Николая Николаевича тяга к мясным горячим первым блюдом и гол солянки правильно соланка все-таки в этой игре не прогадал казалось бы вот шанс просто приблизиться команде но нет точный счет атлетико реал забирает команда тимура говно это они кидали там возможно вот он пстительный грузин да да вот пожалуйста сто восемьдесят восемь на сто сорок с копейками я считаю что наши ставки надо умножать на два хотя бы одну две программы зрителям было интересно благородный чем один раз 24 соберет нет ты причем ты опоздал вообще-то в метро иди чтобы зрители не бросили нас смотреть я считаю две программы пока я здесь надо наши ставки умножать на два я предлагаю другой Андрей Сергеевич чтобы было честно по-спортивному давайте пока вы нас не догоните вы будете не один счет говорить а два нет нет не надо нам никаких подачек вот капитан через полтора месяца вот корона уйдем в отпуск корона будет под моей головой если ты ее спиздишь это ничего не значит не надо нам никаких подачек и это говорит капитан зенита двигаемся дальше николай николаевич как там глебов готовится к матчу а глеб спорта будут ли персональные вот на соланке у вас зашло будут ли персональные прогнозы по глебову будут отлично а по глебову и сска будут будут потому что я немножко теперь по другому на глебовых смотрю итак первый матч уикенда который нас ждет специально для вас прям вот блюдо которое вносят ну как знаете как на девушке судье и вложено вот для вас москве так ростов николай николаевич поедет обязательно живую смотреть кто-то должен смотреть футбол вообще из всех нас и почему мы взяли рад для рассмотрения прям матч середняков нашего чемпионата для специально для тебя честно говоря у нас есть еще сегодня команды которые еще ниже еще ниже подожди на нате россии нет нет но давайте вот по спартаку вот чтобы далеко вас в дебри тактически не уводить ничем особенным не отличается спартак станковича от спартака баскаля не вижу не огромных это те же проблемы позиционной атаки только единственного гальда нашел место он центрального на коня это он сейчас на фланг начал с локомотивом загнал на фланг выпустил николсона и провал полный а так тоже те же проблемы реализации до контроль мяча большой но уже 8 очков отрыв подожди от лидеров он будет больше чем больше поэтому резюме по спартаку ничего нового станкович не привнес сейчас почему а у гальда стал играть лучше только что я тебе что сказал что ничего не привнес чертожи подожди у меня будет вопрос сейчас метров выехал в метро хорошо я еще не вышел из вагона ссори у гальда да вот единственное что сделал это с локомотивом то опять отправил его на 442 там спорили андрей сергеевич спорил я посмотрел единственную передачу на федеральном и как раз на это место попал как у черданца смотрят футбол я до 442 на самом деле ему не мог сказать нет тихо-тихо смотри в обороне как расставляется определяется тактика игра в обороне он там начал про он прислался тепловую карту и ровно то что дурки свою дурки то же самое в итогах он поставил у гальда чуть левее но поймешь он влево смещался там прежде я не сказал четко 442 иными словами черданцев спиздил удорского тепловую карту и у них один дилер тепловую карту ты че я блять в кармане носишь и у них спонсор сухарики москвы очень большую разницу вносит между той командой этой также нет все равно баланса мне кажется бабич стал играть хуже сейчас он опаздывает он совершает ошибки не ключевые а почему-то его удаление или что бабича дисквалификация а его не будет будет а чердан остается его скорее всего что обмену наверно там еще дуар то есть очень известный дуар то есть еще вообще не в этом году не играл ни разу нотки иронии ваши слова арты да блять как какая ирония центральный защитник спартак но я я я более оптимистичен на этот матч а я наоборот смотри я сейчас скажу быстро быстро очень я я теперь по совету николай николаевича иногда отхожу в живую и я считаю что победа в кубке россии фонбет кубки россии спартака над динамо с ними сыграет злую шутку во-первых они играли практически основным составом на 90 процентов и эта победа они будут они у них заберет что они лучше чем они ростов сыграл вообще вторым составом игру там выиграл проиграл это неважно владислав николаевич был одним из я лично ходил смотреть которые были вы были его не было а можно сказать нам людям которые не понимают атмосферу вот химкинского стадиона этой бурлящей чаши из 45 людей как выглядит это изнутри сколько там было человек на том и ты можешь подсказывать сверхатура игрокам да ну я сидел во первых в ложе кто были там знаете вот эта большая трибуна на реку выходит вот она большая она вообще туда зрители не пускают ужасающе страшно брать но во втором тайме основной заряд болельщиков химок был нам не нужен фанайди и все кто был на стадионе все расстроились то что счет был 20 и на 89 на 90 химки сравняли и все это пришлось переводить серию пенальте который на было досмотрать потому что время было меня в начале позапрашивала сезона был кайфовый матч химки нижний новгород 30 тогда химки выиграли и там в начале матча я понял то есть до начала матче три минуты никого нет вообще на стадионе ростов нижний новгород химки выиграли не от химки нижний новгород в чемпионате да сегодня это один из первых и играли это было令 но еще еще лета позовом никогда conversion насрал до за прошлое начал под а Там комментаторская, прямо на трибуне. И я такой, ну, матч на Матч ТВ показывают, надо погромче. Я такой, здравствуйте. И там чуть-чуть ниже вот так все. Поэтому я не удивлен, что Влад мог бы подсказывать игрокам. Я добавлю, вышли в основном в составе сразу три футболиста. Джики. Сын этого президента. Садыгов. Садыгов. И сын Джики. Нет. И третий этот. У него папа еще играл раньше в КамАЗе в свое время. Панченко. Панченко. Я думал, что Панченко закончил лет 15 назад карьеру. Он вышел с капиталской повязкой. Слышишь, а когда он сказал слово здравствуйте во всех химках выключили или включили свет? Вообще, Влад, просто искал. Удивительно. Матч идет на Матч ТВ и надо говорить громче. Ну, нет, торжеством начать. Федеральный канал. То есть если ты комментируешь на канале Конный спорт, ты лежишь, шепчешь просто. Какую инфраструктуру, как химки. По дороге в аэропорт Шереметьево, да. Допустим. Для взлетной полосы. Задержка рейса все раз. Какой это единственный вариант? Реймки, задержка рейса. Я думаю, эти 12 задержали как раз рейса. Давайте, мы так будем и затягиваем. Переходим к прогнозам. Сейчас подождите. Для меня вообще все очень очевидно. Точно, точно Спартак этот матч не выиграет. Я думаю, что учитывая, что Ростов пошел. Давайте, пожалуйста, угробная победа. Я хочу похвастаться на матче Химки-Ростов. Вы видите полный план. Николай еще не показывает, а заревнует. Я получил фотографию в свое пользование. Глебушка. Вот. Это фотография, а то он не слышит тебя. А он не слышит. Давайте желтеньких ребят тоже обсуждать. Желтеньких ребят давайте. Коль, у меня просто вопрос. Ты говоришь, Спартак сейчас не впечатляет, находится на 10 месте. Ростов на 12. Ростов, понимаешь, от Спартака мы всегда должны требовать. А от Ростова, мне кажется, он на 8 месте. Он на своем месте сейчас. Под соотношение цены и качества Ростов на своем месте. Две недели плохие были подряд. Но он может быть четвертым, как один год удивил всех. Может быть ниже. То есть мы от Ростова не ждем каждый год какого-то яркости. И там нет таких трат. Но давайте по вратарской четкой позиции у меня большие вопросы. Чего это самая сильная позиция? Что в Ростове? Да, из Петербурга вратарь. Что еще скажешь? Ну, парень, который играет за Туркмению и Таджикистан, пока не впечатляет. Меня не впечатлил. Он первые туры, но реально много ошибался. Да, он пока очень много ошибался. Дальше, приуныл Осипенко. Возможно, здесь что-то тоже скажется. То, что переход сорвался. Ты 100% говоришь, что вообще не рассматривая Ростов в матче, допустим, с Сокроном. Ростов со Спартаком сможет настроиться. Это настрой. Всегда. С Сокроном. Потому что на Спартак есть особый настрой. Москва будет до роду 1015-20. Мне кажется, что Ростов реально в плохом состоянии. В плохом состоянии, но. В плохом состоянии, но. Во-первых, и Спартак тоже в плохом состоянии. Но Махибий чуть-чуть форму поднабрал. И Рональд в хорошей форме. Но смотри, Кучаев не впечатляет. Кучаев сильно не впечатляет. Сарави тоже не впечатляет пока, честно скажу. Потому что вот Уткин ушел. Но Уткин и Кучаев, это вообще никакой разницы нет. Да. Ничего не меняется. В данный момент Ростов не в лучшем состоянии. По сравнению с прошлым годом, вратарская позиция, на мой взгляд, не улучшилась. А Сипенко приуныл. Единственное, опять, к чему он возвращается, это Глебов. Ростов образован. Мы могли сейчас сократить столько времени. Подожди, а мне кажется, что у нас должен мелкий шрифт идти. Реклама ИП Глебов. И система образующие футболисты. ИП самозанятые. Подожди, для Ростова Глебов-Осипенко системообразующие футболисты. Да. Поэтому очень много в игре за... Вот как Барко, мы говорим. Я еще Барко не видел. Например, я с ним очень сильно соглашусь с Сашей, который говорит, что сейчас, например, Рональдо играет не меньшую роль, чем все остальные футболисты. Потому что если у него не пойдет игра в атаке, то туда вообще никак не дойдет. Помимо атаки есть еще оборону. Потому что можно забить Рональдо 2 и пропустить 5, еб. А Глебов, системообразующий в чем? Это выход из обороны и оборона позиционная. Все камеры на Николая Николаевича. Коль, тогда у меня вопрос. Он третьим опускается. Ты нападающий Ростова. Играешь, заходишь, забиваешь 2. 2. Пропускаете 5. Ты первым делом придешь в раздевалку, что скажешь? Сколько вам, блядь, надо забить, чтобы хотя бы в ничью сыграть? Блядь, да пойди там, скажите, отметили. А забить 2 и еще бегать, отбирать мяч вам? Еще раз, не надо отбирать мяч. Забивай, блядь, ну тогда... Ну сколько забиваешь? Ну сколько? Сколько ты забиваешь, только забиваешь. Ну 2. Но системообразующие футболисты, это все равно. Глебов, Осипенко. Мы не будем к нему прислушиваться. А сколько игроков сборной России? Какие игроки сборной России? Давайте послушаем Сашу Дорского. Саш, что по этому матчу можешь сказать? Сложно добавить. Почему Роналду не вызвать? А почему вы сказали, что 2 команды в плохом состоянии? Прямо это реально руины? Ну, проиграть дома Акрону. Да нет, ну смотри. По игре проиграть, в принципе, не то, что случайно проиграть. Они первый тайм играли плохо с Акроном, очень. Да и второй тоже не очень. Ну второе, Ростова еще была плохая команда. То есть получается выиграть те, кто меньше, хуже? Ну смотри, Спартак не так прямо хуже, что хуже. Но я говорю, что Спартак играл плохо с Лакомотивом. Хорошо, хорошо, пускай они будут на Ростов ставить. Тимур нормально, 20 минут матча с Динамо не смотрел. Не Ростов, я не смотрел. Я думаю, что Ростова играли. У Ростова реально может быть совсем другой состав, на самом деле, чем есть. Я думаю, еще Тенин должен появиться. Я думаю, что Кобличенко, я думаю, может выйти. Ну что, перейдем к прогнозам. Давай, давай, давай. Они первые? Почему? Мы ее отдадим. Мы на вашем фоне теперь будем вылезать. На вашем фоне. Не всем не вспомнили, Владислав Николаевич. Мне в рамках нашего шоу нравится слово. Мне самое главное, Владислав Николаевич, я переживал, вы болели. Ты сильно переживал, у меня вопрос. Я просто без тебя не вижу. А у меня вопрос сильно переживал. Спасибо, брат. Я готовлюсь к Кашпировскому. Все. Я для телезрителей не переживаю. Я говорю счет. Я хочу про Кашпировскому послушать. Как раз на неделю до дня рождения. Ты вот эту водичку возьми, заряди именно в этой кружке. Меня три-петровая надо. Кстати, написали в комментариях, что заряжал Алан Чумак, а Кашпировский давал установку. Поэтому нужно прийти и получить установку. Николай Николаевич с частным визитом часто бывает в Питере. Я думаю, что он еще раз привезу. Привезу. Я говорю счет, а вы говорите до подставки. Не нужно Ростов. Давайте, давайте, давайте. Не будьте тряпками. Если хочешь им поддаться, давай возьмем ставку имени Быстрова. 4-2 выиграет Ростов. Мы ставим счет. Возможно, не мы, а Тимур. А какой вы хотели счет? Давайте говорим. Я хотел 3-1 в поле Спартака. Да нет, ты что, у меня язык отсохнет. Давай я возьму, а ты не будешь пытаясь. Опять ты голый хочешь прийти. Почему голый? Я угадал. Блин, вы не послушали, что Локомотив забьет в первые полчаса? Они забили на третьей или на пятой минуте. И локальные успехи нам придут. Упрение, закинулись как-то. Ладно, все, все, все. Вадить на Спартака, им кто-то подсказывает. Я не хочу стоять на Спартака, смотрите, все слушайте. Давайте прогнозируем. Я уверен, что Ростов не проиграет, но я пойду на поводу. Нет, Тимур, это долгает на сято, капитан. Ну, пускай вот они хотят 2-1 с пользой Спартака. Мы сидим в Краснодаре. Да, 2-1, 3-1 хотели, алло. 2-1, 3-1. 2-1. 2-1 за 9. 2-1 победа Спартака. И события в матче. События в матче два глаза бьет Ростов. Нет. Ставка имени Николая Николаевича. Ковался. В матче будет пенальки. Эй, это не ваша. Да, алло. Маш Поржонный, желтый. Давай через раз. Счет, счет, события, события. Нет. Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, сколько желтых карточек Данил Глебов получил? Пожалуйста. Сколько? Ноль. Ноль. Желтая карточка Глебова. Да. И желтая карточка дебютная в этом матче. Батчев, Спартак. На Барко. Да. Ну, да, как угодно. Еще нам не надо договорить. Он будет одним центральным полузащитником, по большому счету. Я лично позвоню. Мимо него ходит мяч. Фолы, фолы. Глебушке, по праву. Не выходи на бой. Не выходи. Не выходи, они что там мутят. Давай ничего возьмем. Да какая ничья, Спартак. Ты пересядь в ту команду. Да не, Ростов, ты Ростов-то видел? Ты из Динамо видел, бля, Сморач. Ну, Динамо, на основе своей. Основы играли. Основы из Динамо. Динамо их первый тайм. Болсунь. Ты Акрон смотрел? Вот Акрон смотрел. Ну, блядь. То есть с Зенитом. А вот этот Акрон с Зенитом обыграл в Ростове Ростов 2-0 без вряд. Бывает, блядь. И Реал Мадрид один раз Брандбю проиграл. Ну, что теперь? Он вот Циска несколько раз проигрывал. Это такой... Брандбю, это какой год, Николай Николаевич? Ну, какой-то я помню Брандбю. 3-1. 3-1 победа Спартака. Мне кажется, по-саду забьется каждому. Даже на пенальти в матче вы же говорили. Какие-нибудь. Иммон Вилл проиграл. Короче, вы меня вообще... Давай гол Барко с пенальти. Гол Барко прямо с пенальти? Там нет такой, нет такой. Есть просто пенальти. Ну, пенальти. Пенальти за три. Пенальти в матче. Пенальти в матче. Победа Спартака 3-1. Это значит, будет огненный интерес. 3-1-13 коэффициент, кстати. Отлично. Переходим к еще одному. Московскому матчу. Братское дерби. А что он просто я запишу у себя, чтобы я не забыл? Динамо. 2-1 мы взяли, да? Все, они 3-1. Что мы 2-1 взяли? Итак, а вот теперь четвертое и пятое место. Ну, в принципе, даже при победе надо посчитать. Нет, не догонит. Что, кто? Динамо? Нет, ЦСКА не стилит Динамо. Ну, 6-0 выиграет и догонит. Ну, 6-0, но... Причем здесь разница мячей, они выиграют по личным встречам. По личным встречам. Динамо не верю вообще. Замечательно. Замечательно. Ну что, давайте Динамо, ЦСКА. Саш, начнем с тебя на сей раз. Я жду не очень веселые игры. На Динамо, на Динамо. На Динамо. Я жду не очень веселые игры, потому что состав Динамо в прошлом туре уже показал, что личка не хочет играть, так как он играл вот предыдущий тур со Спартаком, да. И я думаю, что Лаксаль появится, на фланге опять Маричаль появится, потому что Фернандес... Ну, если так, то будет повеселее, чем когда Фернандес был на фланге и Маричаль на фланге. Да, ну, скорее всего, я предполагаю, что Лаксаль... Нет, Караскаль на банке в нашей игре. Раскусили они его, да? А как же правило бывших наверняка может выйти? На 35-м туре. Не, ну, вчера, кстати, он первый тайм играл неплохо. Вот ничего, он нормально играл. Хорошо играл. А у него вот эти передачки были опасны. Да, да. Играл отлично, только у него КПД, знаете, какой? Ноль голов. Голевая вчера была, но она в Кубке России. Вот она первая. А тут правило бывших сразу. Вот вчера. Что видеть? И? Ну, и? Ну, и ЦСКА команда, которая не раскрывается сильно, поэтому я не думаю, что у Динамо будет много моментов. Поэтому, мне кажется, тут опять же там... Кажется, будет, блядь, сумасшедший на самом деле. Молодец. А Кисляк точно будет? Это ты делал, да, состав? Да. Ну, то есть ты думаешь, что он продолжит ставить? А я думаю, что он на такой матч может и Пьянича поставить. Нет, нет, Пьянича не может он поставить? Нет, Пьянича точно нет. Нет, нет, Пьянича на заменку. Он же сам говорил о том, что Пьянича мы увидим только в октябре. А почему вы в Динамо не верите? А Мусаев... Потому что Бистерыч потерял даже при Кисляке место в составе. Слушайте, а Мусаев вот слева не на острие вообще вам понравился? Нет. Ну, он в Балтике играл достаточно много на этой позиции. Три игрока есть у нас в стране, которых калечат местом положения. Это, в первую очередь, Угальде, потом Кассиера и вот третий Мусаев. Вот их ставят на фланге, а Тертулку вообще никакого нет. Мусаев на этой позиции в чемпионате отыграл там 85 минут. Что значит калечат? Послушай, но он не умеет играть с этой позиции. От него КПД... Как говорит Николай Николаевич, КПД очень сильно падает. Он бы отдал, если бы он не жадничал и попал по воротам, он бы сделал там 1 плюс 1. Он не умеет отдать, потому что... Это если бы не отдал, если бы он не жадничал. Тимур начал цитировать Николай Николаевич. Правильно. Тимур правильно говорит. Нет, Николай Николаевич. Есть футболисты. Если вы ко мне так обращаетесь, то дальше после не Тимушка. Тимур прав. По характеристикам Мусаев не игрок фланга. Ну да, я его паскал. Это и не фланговая позиция. Он мяч принимает... Это и не фланговая позиция. Ему надо быть как штрафной. Одно касание. Он игрок штрафной. Он не умеет передачи. Он будет на стреле играть. Он принимает мяч. Ты игрок штрафной. Ты бы мог на этой позиции сыграть? Нет. Потому что мяч отскакивает от меня. Николай Николаевич, но ты играл иногда на фланге. Так и останавливаешься на фланг. Это не фланг. Причем здесь фланг? Я бы хранил полузащитника играл. С Собранителя. Что хуже? Нет, я пускал. Ты Ливерпулю забил, где играл? Ну не помню. Блядь, на фланге. Тифа. Блядь, я ступал. Я ступал. Я ступал раз играл с Ливерпулем. И забивал. На разных стадионах это прощать дело. Они, кстати, оба Ливерпулю забивают. Но я могу тебе сказать, что Мусаев, вот просто игрок штаба. Вот как у Гальды. Правильно? Тимур ему дал определение. Кого ставить на эту позицию? Блядь. А если наоборот Беррапова туда пустят? Вопрос облика. Если Пьянича вернул. Вот место Кисляка. Смотри, место Кисляка. Пьянича. Отлично читается. И туда уже облика. Нет, я бы, например, оставил бы этот фланг кругового. Облик игровой. Понимаешь, почему? Мусаев не такой игровой, не тонкий. Понимаешь? На этой позиции более тонкий игрок должен играть. Кто сейчас в СССР будет эту схему? Обликать на верх. Пойзылай в 50-й номер, а Мусаев 2-3 по 2 в атаке. Но он так не играет. Ну, сыграет. То, что это может быть, скорее всего, дальше будет в схеме тогда. Чисто теоретически Сделлера еще есть в команде. Ты-то Николич. Да, я в последней неделе его не был. Николич, твой товарищ, он же играл 4-3-3 всегда. Но у него сейчас нет такого состава. Он зимой будет переходить. 4-3-3-3 или 4-2-3-1 с десяткой Пьянича. Он не играет пока в 4, Коль. Это десятка. Да, но он пока в 4 не играет. Янич это десятка, когда ему было лет на 16 меньше, чем сейчас. Хорошо, а в 4 тогда как собери? А мастерство не пропьешь. Нет, нет, невозможно. За него всю работу сделали кислякой. Знаешь такое выражение, Сашуль? Вот Андрей Сергеевич сейчас возьми и что? Мастерство никуда не делается. Он просто не пьющий. Он не пьющий. Ну, немножко уменьшить площадку и все. И все это опять вернемся. Подожди, все равно, сейчас об этом что говорить? ЦСКА не перейдет на 4. То есть, если он не все равно будет 3 и 2 латераля. Я думаю, вот здесь будет вопрос о том, что закроет ли это тройка Тюкавина. Я думаю, что да. Ну, здоровый, да. Но Тюкавин лучше них внизу. Но Бетелла будет... А лучше Мойзеса? Внизу? Внизу, да, конечно. Внизу, конечно, да. Поспорим. Мне кажется, Динамо даже не забьет. Хоть Динамо всегда забивает, но вот в этой игре... Ну, вообще, да, всегда... Они будут линию атаки отрезать вот эти, которые лет назад возрождены? Слушай, ну, Динамо будет очень... Как будто бы ЦСКА забили все. Просто ЦСКА постоянно попадает под Динамо. В прошлом туре ЦСКА не пропустил. Одного в первый раз. Сейчас на кубок не пропустили. Ребята, ЦСКА это Динамовский клиент. Что бы ни происходило, Динамо сильнее ЦСКА. Давай так, Тимур. Со времен гола Березуцкого, который... Со времен гола Березуцкого. Я беру только... Вы первые теперь, давайте. Ты вот сказал фразу, что ЦСКА забили все. ЦСКА шесть пропущенных мячей. Да нет, ну это... Меньше только у Зенита и у Краснодара. Тимур, спасибо за фактчекинг. Давай. Спасибо. Говорите. Фактчекинг это ругательство какое-то? Нет. Фактчекинг это ругательство. Вообще я бы пошел за 2-0, но мои коллеги, вчера лузеры, подсказывают 2-1. Андрей, тащи. Динамо выиграет? 2-1 в пользу ЦСКА. Я примусь о решении и скажу 2-0. ЦСКА. Спасибо. 14. События. Потому что наши коллеги... Коллеги, заходите. Дай 2-0 рискнем, но не чувствую. Я тоже чувствую, что не забьет Динамо. Ну хотите, да что... Это точно что-то. А что там вы шепчете все? Подождите. Мы обсуждаем ареструйт. Не знаю, почему они... Будет черпаться вдохновение. Николай, Николай, знаешь, что сказал? Знаешь, почему они Акинфеева не вызывают? Потому что он уже глазами только отбивает. Поэтому Динамо точно забьет. Нет, ну не всегда. Но иногда и события. Ленится упасть. Акинфеев отбил глазами. Есть такая ставка. Штанга в матче. Штанга в матче. О, 3,50. Кстати, ЦСКА транжирит. Вот впереди пока Гварри Рапа там косяк. 2-0, 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. ЦСКА выигрыш? 2-1 и штанга в матче. 10 и 3,5. 10 и 3,5. Давай, давай, на ничего. Я беру... Они берут... Один-одинники. Я беру, они берут, я беру, они берут. Моя команда берет 1-1 ничью, а я возьму угловые. На кассе? 1-1 ничья. Угловые что? Что ты хочешь по угловым? 10,5. Лучше ровно 2. Ну это... Вы такие скучные. Это да. Это так легко зайдет. Прагматики. Прагматики. Они нужны деньги. У них есть деньги. Это не деньги, это всего лишь фрагматики. Вы говорите про прагматиков, про человека, который в прошлый раз за 1,58 хотя бы голс тайм не хотел. Мы творческие. Блядь, я больше того, его сука, был уверен. Зашло, блин. И арсенал с ПСЖ за второй тайм, блядь, даже не ударили поворот. Ушли с поля, все. А этот маленький карэ, блин. Как он... И как раз под этот аккомпанемент мы тоже переходим к Англии. Астон, Билла, Манчестер, Юнайтед. Ну это драмовой матч. Драмовой? Конечно. Ну Билла разнесет их просто как собак. Просто бодни ворот. Просто даром. А после... Ну вот тебе не кажется, что психологически... Да нет, ты посолишь. У них был такой выплеск после свистка. Было видно, как они... В этом случае это так не сработало. А у Манчестера этот выплеск произошел в начале чемпионата и пиздец... У меня вопроса не было. По тренерскому искусству. Можно вот опять вернуться к тренерскому искусству? Когда выгонят Данхага, вы знаете? Блядь, да. Деаграссию убрали, блядь. Ну просто... Слон в зоопарке умер. А Данхаг... А в московском зоопарке умер слон. Убрали деаграссию. Так нет. 14 подряд не мог выиграть. Меня после трех схемных убрали. А сколько было? Две ты заболел. Нет, три. Две ты заболел, да. А вот ты заболел. Нет, просто... Я ворол ковид, а меня уволили. Николай Николаевич, сейчас просто в Манчестере ждали, когда Деаграссию снимут. Сейчас Данхага могут... Я и говорю, 65 лямов опять они в этом году... Ой, подожди, он потратили за все, за Танхаговское время... А сколько вы получили схемы? Подожди, за Танхаг... Я сколько? Я больничный принес, блядь. Сомневался. А вы, дорогой, больничный. Меня уволили. Танхагу купили после Челси, он на втором месте по закупкам. Да он уже команду, мне кажется, раз в два или три поменял. Ну и... Он работает и работает. Ну я могу сказать, это американцы, да, хозяева? Ну а у них яйца есть, блядь. Сколько? Это Задонов наоборот. Столько яйца, столько они керпят Танхага. Я говорю, блядь, что... Я смотрел их с Твенте. Ты комментировал, нет? Ну это просто какой-то ужас, блядь. Ну просто Манчестер, это не ходячка какая-то. Там ни химии нет, ничего. Там на что рассчитывать непонятно. Там удалили, ну еще куда не шло. Но даже с Тотенхэмом они им отдали мяч и стоят на Олд Траффорд на своей половине. Первые там 20 минут смотрят, что с ним будут делать. Мы еще записываем до второго. Да не надо, он устал. Шуль, единственное, вот Хайланд выздоровел, это Хайланд. Ну ты его в прошлый раз дал, это ничего не поменяет. Смотри, в очень плохой состоянии. Я бы собрал кого-то. В очень плохом. Смотри, очнулся. И где был? Из футболиста Николая Писарева. Тимур, а ты где был? Не зарегистрируйся. Еще раз. Тимур, это не значит, что мы в клуб Балаган выезжаем, Тимур. Распокойся. А ты немножко завелся. Ладно. Поехали. Я даже не хочу эту мать обсуждать. Тимур, подождет, правильно, что ты сейчас отставил и не попил? Подожди, она еще у Кашпирова. Андрей, Андрей, вот смотри, все говорят Манчестер Юнайтед трупы. Я согласен. Вообще, есть хоть какой-то минимальный шанс на УМЮ, на победу? Потому что нас смотрит огромное количество болельщиков в Манчестер Юнайтед. Давайте пересчитаемся в комментариях. На мой взгляд, нет. Просто пишите, я фанат УМЮ и залайкайте. Разборная команда, ее меняют. Там по 100 миллионов покупает игроков. Я уже его видел. Я вообще не знал, что его купили за 100. Говорят, что это за киндер-сюрприз бегает. Они говорят, да вот за сотку купили неделю назад. Это в прошлом, по-моему, в сентябре было. Ну вот, поэтому здесь Астон Вилла поинтересней. Слушай, а это Фернандош. Ему красную оправдали. Отменили. Солидно в Англии. Смотри. Но он в очень плохом состоянии. Единственное, не понимаю, как Мартин Мартинес играет и за сборную Аргентины и в Астон Вилле. Мартинес кайфово играл. А переключите, пожалуйста, как раз на Астон Виллу и давайте по ней пройдемся. А почему ты так сказал? Здесь такое впечатление, что люди на подъеме. Все, кто играет, они на подъеме. А в Юнайтеде динамат. А можешь чуть-чуть пояснить? Ты сказал, играет в сборную Аргентины? Он же начинал, когда я был в Арсенале. Мартинес? Да, он 4 получил за 30 минут от погребника. А он такой же был сумасшедший, даже запасным, как сейчас? Он был сумасшедший мертвый. Подожди, а Дюран где? Ну, подтянулся. И, кстати, это вратарь. Можно я скажу? Мне кажется, вратарь, который умеет завести соперника своим поведением и сам оставаться хладнокровным при этом, ну это какой-то дар. Ну, блин, это... По-моему, он ни хрена не хладнокровный. Он не хладнокровный, он просто умеет, он был какой-то. Он мог просто выйти из себя. Кан был страшный. Нет, Кан был просто свирепый человек, и поэтому его просто физически... Ну, то есть его реально боялись. Что вратари иногда себя так ведут, чтобы успокоиться как раз. Как Ломаев, например, из Крыльев-Сетов. Ты часто видишь людей, которые успокаиваются, когда они себе... Ты тоже, например. Трофеев вот так. Ты в прошлый раз Дембеле с Аршайном сравнил. Дембеле отчисклили нахуй. Дембеле нет? В итоге я всюду оказался прав. Нет, я просто перевожу пример. Но перед этим он, по-моему, забил. Он забил в той игре, в которой Аршавин говорил, что не нужно его туда ставить. И, кстати, его не было, и видели, что произошло. Да, это чисто из-за этого, не из-за Дона Рума. Только из-за этого. Короче, я просто к тому, что есть футболисты, которым нужно каким-то образом управлять эмоциями. Некоторые слушают хардкорный рок, некоторые орут на партнеров, потому что им нужно каким-то образом справиться. И Мартинес такой же. Ему нужно, ему это надо. Он поэтому такой классный вратарь. Тимур, что скажешь по Астон Вилле? Ну, не знаю. Кстати, прикольный будет матч. Амана против Фаран. Понятно, что из-за того, что у Наэмери, и для нас он стал не чужой тренер. Я очень много смотрю Астон Виллу. Но мне кажется, что это лучшая команда, как Тоттенхэп. Я очень много смотрю Астон Виллу. Я много смотрю Астон Виллу. Ну, не в живую, конечно, не в живую. Но тактическую камеру заказывали. Тепловую камеру. Тепловую камеру. У меня есть. Тепловую камеру. Тепловую камеру. А я с Тепловой камеру. А я с Тепловой камеру. Вот здесь я с тобой солидарен. Сейчас. А мне кажется, что они там пошли. Они уже смеются над такими вообще вещами дикими. Ну, просто они посетили курсы Регины Дубовичской. И чуть понизили градус шуток. Понимаешь? Поэтому так все не спешит. Блин, это скуфовство. Заразительно. Можно? Писарев постоянно нас шемит за то, что мы шутим или ржем над дебильными шутками. Теперь ты присоединился. Ты же тоже так любишь. Ты же тоже так шутишь. Я люблю шутки, но не дебильные. В смысле? Ты сказал, что ты часто смотришь Астон Виллу. Это не дебильная шутка. А это не шутка. Подождите. А можно такой вопрос? Уволят ли Данхака после этого матча? Нет, конечно. Что ему сказали до зимы? Они из вредности выражают его максимально поддержкой. Зимой ему еще на 100 миллионов купил кого-нибудь. На что это один игрок? А что если боссы Манчестера, это бред, но что если боссы Манчестера, вспоминая, как начинал Алекс Фергюсон, он пять лет ничего не выигрывал, и они там стояли под вылет тринадцатыми каждый сезон. Они думают, что ему нужно типа пять фергюсоновских лет. Не подходит твоя версия. Объясню, почему не подходит твоя версия. Потому что владеет Манчестер Ринальд американский половой фонд, и там это какой-то отмыв бабок идет. То же самое, что и в Челси. Их футбол это не имеет никакого значения. Подожди, пришел Red, пришла новая команда, пришел брат Эшфорта, твоего любимого. Видишь работу? Работу вижу. Я говорю, что еще раз, есть сейчас три клуба в мире. Гурцкая, я вижу работу. Три клуба в мире, которым не важно вообще, что происходит на поле. Это Миланд, который владеет американский паевой фонд, Челси и Манчестер. Все, им надо, чтобы на бирже шли движения, акции, покупки игроков туда-сюда. А у Ромы тоже американцы? А у Ромы американцы? Ну, этот итальянец американского происхождения, который хозяин Ромы, он хотя бы футбол понимает. Потому что хозяева Милана, они вообще там два паевых фонда, которые просто ввалили все в руки Ибрагимовича, там все рушится. Им это все нравится, поэтому им надо, чтобы происходило движение. Понятно. У них другое нет в задаче. И поэтому оставить тренера точно не важно. А мой любимый люк-шоу. Я просто послушал сейчас канал РБК, тут экономический разбор произошел. А Тимур не говорит того, о чем он не разбирается. Это пора уже понять. Он говорит только это. Если он не знает, то он не знает. Тимур говорит только про другое деньги. Впервые за историю программы будет драться. Я чувствую, что Дорский нашел себе другую программу. Сегодня вечером он на Авито. На Авито сегодня вечером он будет делать. Сегодня вечером это, собственно, и название мы с вами. Сегодня вечером на Авито выходит себе. С тепловыми картерами. А можно попросить перейти к вам от бабла к прогнозам? Как зовут эту девочку, которая сейчас гадает модно? Олеся Иванченко. Олеся Иванченко. Вот он будет в его программе. Если бы я куда ушел отсюда, я бы был бы счастлив, если честно. Тимур, не пей. Сохрани воду для Кашпировского. Прогноз. Прогноз. Мы первые. Да. Не знаю, но я думаю, что точно победа остановила 3-1. 3-1. Неплохо. Тебе реально не смущает, что у них был реально больший... Нет, у них наоборот сработал. Для русских команд победа мешает. Это не совсем выплеск эмоций. Ладно бы они играли. Они весь матч стояли в обороне. Ты видел, как они радовались этой победе? Ну и все-то радовались. Баварию обыграли. Да. Уприняя, блять. 16. Они радовались даже больше, чем Артур. Нет, я не уверен, что здесь психологический момент важен. Я думаю, что в Англии почему-то вдруг она сначала стала законодателем моды закрытой игры, а сейчас там в каждом матче стали друг не с того не все давать карточки. Мы вторую игру в этом матче поставим карточки, потому что будет быстрый переход. 4,5? Да. Ну, наверное, 4,5. 4,5 за 1,7 всего на все дают. Нет, 5,5 это да. 5,5 карточек. Ну, появится перед матчем. 5,5 карточек и 3,1. И 3,1, да. 3,1, 16, карточки мало. 2,0. Тотанхэм остановил, а? Так, 2,0 остановил. И мне очень не понравился, как Манчестер. Может, Болоткинс? 3,0. Ой, 3,0. А почему в нашей команде никто не высказывается, вот так прение, мы не участвуем. У нас-то все нормально, мы же профессионалы. Тебе угловой? Мнение вам не интересно? Влад, что вторая ставка у тебя, гол головой? Я считаю, МЮ может забить. 2,0. Америкозы могут там наладить сейчас счет? Америкозы? Как мне нравятся Америкозы? Америкозы и Америбараны. Они влезают? Подожди. А вот ты обладаешь информацией, они влезают в работу? Нет. А что они так долго терпят? Ну, потому что там нет футбольных людей. В смысле? Там пришла сейчас команда летом. Ладно, все, давайте переходим к другому матчу. Хорошо. Сейчас будет только с мягким знаком. Гол головой? Нет. Николай Николаевич интересуется, мы события сказали. События сказали. Потому что я в прениях был сейчас. Гол головой. Но это в специальных ставках. Гол головой. Возьми меня вместо Дорского. Мы видели, как вы прели во время Евро. Возьми меня в команду вместо Дорского. Николай Николаевич, мы вам шестой матч доверим там поставить. Так. У нас пять всего будет. Смотри. Влад. Мы не берем матч Барселоны с Алавесом. Давай так. Если Барселона проигрывает, две тысячи тебе. Тимур. Да. Давай два на 2х. Ага. Дома Алавесу Барселона устроится. Нормально. Добрые вы такие. А вдруг они так же удалятся группы? Могли бы пятерку тут накинуть из барского плеча. Ну посмотри. Давай два. Нам не надо подачек. Мы через месяц будем высших, я тебе говорю. Запомните этот твит. Запоминаем. Четвертое октября 2024 года. Увидимся. У нас, по-моему, первого. Четвертого ноября. Я знаю, что новый выпуск там не будет. Но кого-то уже не будет. Чего это вдруг? На Авито будет. Я за месяц буду звездой Натальной карты. Ладно. Владислав, воспользуюсь твоим произношением. Натильной карты. Новый сезон сериала «Побег». Следующий матч реальный или реальный. А Пашка Мамаев когда играл, у него Аланка тоже на телесе. Пин-коды писала. Вы посмотрели, как Реал, ну не знаю, влетел, наверное, все-таки, проиграл. Были предпосылки, они с Алависом чуть не упустили победу, потом проиграли вот Лилю. Да, Реал же всегда так играет на старте Лиги Чемпионов. Кому проиграть Лилю? Ну не то, что групповая стадия групповая. Да, другой парламент, но в целом, мне кажется, они относятся к этому очень. Кто? Классика 4-4-2. И недавно с Барселоной, если бы не четыре отмененных голых вар... Но они же были отменены по правилам. Но они были микроскопические. Но сейчас их не будет. Ну, возможно. Венериал очень здорово выглядит. Венериал 4-4-2. Физически команда готова на 5 баллов. Дальше, послушайте. Я собираю информацию перед Чемпионатом Испании. Всегда. Вот что мне сказали. Блядь, господин Константин. Радим, подожди, я не Константин. Знаешь что, в Ососоне же твой помощник работает. Вы уже выходили после этого? Что, куда выходили? Ну, сюда. Помощник обыграл Барселону. У меня со мной в Зените 2 работал парень. Сейчас работает тренер по физподготовке в Ососоне. Он день спустя по Памплоне гулял просто один с короной. Их на руках там носили. Ну, естественно. Показывал фотографию с Радим. А я здесь всем показываю. И все думают, что это фейстайл. Я, кстати, его спросил, сколько премиальное. Как думаете, сколько премиальное? Полторушка. 500 долларов. Мы скажем, пусть в комментариях напишут. А на следующий выпуск ответим. Да. Сколько премиальных получил тренер по физподготовке? Опа. Вот это ведущий у нас. До налогов или после Радим? До. До налогов. А кто получил конкретно команду? Любой футболист. Любой футболист. Любой футболист. А Сосуны за победу над Барселоной. Пишите в комментарии. Влад найдет правильный, приблизительно правильный. И мы наградим. У нас есть вот такой вот бокс от нашего партнера. Там ништяки всякие. Вперед в комменты. А мы переходим к разбору матча, который нам предстоит увидеть. Кто это рисовал? Малевич. Это что случилось? Малевич. Классика. 4-4-2. Марселину. Романда. Романда. Он травмирован. Как? Все? Ну, ответ. Как травмирован? Дай спросил, как бы это твой сосед. Николай Николаевич, можно один момент. Вот посмотрите, да, на состав. Просто Николай Николаевич все еще ищет Глебова в желтой форме. Поэтому его там не будет. Состав собирал Дорска. И Саша, тебе слово. Ну, шутка так себе. Спасибо, Николай Николаевич. Значит, хорошую шутку. Надо брать. Пожалуйста. Не, но Вильяреал это праздник. И поэтому мы ждем много голов. Мы уже сразу, я думаю, готовы свой счет даже назвать. Давай по игре поболтаем. У него так нравится Вильяреал в этом все. А сейчас не вы первый, по-моему, да? Почему? Ну, прелик. А потом мы переберем. Вы можете первый, как хотите. А потом мы переберем. Саша, не слышим. Он так... Саша, не плачь. Это Вильяреаль. Вильяреаль. А Мариак из богатой тоже плачет, которая. Ну, если этот травмированный Айозу появится в матче... То что? То вам еще пять тысяч накинуть? Ну, да. Я предлагаю Дезу, блядь, что травмирован Айозу Перес, блядь. Нам дать пятерку. А это что прожди? Хорошо, Николай Николаевич, просто для зрителей... Так уверенно. Для зрителей скажи. Допустим, если он есть или нет, что дает мне? Он же пять забил в шести. Ну да, ну и... А в прошлом туре играл? Ты его просматривал в сборную, что ли? Нет. Ну, я их с Маспальмусом смотрел. Я их смотрел, в отличие от команды соперников. Я иногда смотрю матчи. Поэтому у меня вопрос логичный. Ты так уверенно говоришь, травма. Так, а вы на прошлой неделе смотрели Вильяреаль? Воспальма. Воспальма. Когда в эти выходные играли? Воспальма смотри один. Я смотрел, да. Так они еле выиграли, кстати. Ну, послушайте, вот я по составу, вот так уверенно говорить, что вот этот состав, вот я бы не стал. Ну, какие позиции? Ну, вот Айозу Перес выйдет, ты что скажешь, что не травма? А он пять забил, это уже другая история. А он двенадцатый выйдет. Знаешь, один раз с Петержелой он состав называет и двенадцать игроков, бля, идите ехать. Ему говорят, ты двенадцать нажал, он говорит, назвал. Он говорит, нет, поехали, ребят. Мы в автобусе едем, он говорит, бля, отыграть не будет. А еще есть тренер, который протокол заполняет. Он вообще в ахуе говорит, бля, что писать-то. Нет, у Николая Николаевича похожая сейчас ситуация, потому что он говорит, где я ее за перес. Я смотрел на прошлой неделе, да, с Лас Пальмасом, но его не было на прошлой неделе. Но это не значит, что его не будет. Они будут полностью поддерживать. Понимаешь? Интересно, состав сборной России так же называется? Пальцев. Все такие. А тебе очень интересно? Нет, я... Ну, расскажите мне. Не надо, не надо. Я знаю, что вы знаете почти всех игроков сборной. Давайте к матчу. Давайте Реал теперь покажите. Не, во-первых, победили, верните мне. Я информацию собираю целый день. Четыре-четыре-два. Физически готовы на пять баллов. Дисциплина прям вот сумасшедшая. Девяносто минут, те будут бегать, знают, что хотят. Они проиграли один матч в году у Барси. Влетели, правда, 1-5, но с четырьмя отмененными варами, блядь. То, что они дадут бой, я не сомневаюсь. Больше того, то, что они не проиграют на Бернабеу, такому смешному Реалу, я тоже не сомневаюсь. Я бы вообще сказал, что они выиграют. В прошлом году Реал проиграл на своем стадионе только один матч. Отгадайте, кому? Атлетику Мадрид. В виде Реалю 2-3. Атлетику они тоже, по-моему, сгорели. Они проиграли один раз за сезон в прошлом году, и Атлетику проиграли. 2-3. Мне кажется, в том матче Айоса-Переса играл. Не, ну, голов будет много, скорее всего. Это уже вас не касается. Я пропустил всего шесть. За последние десять лет самый популярный счет в матче с Реалом. За последние пять игр меньше трех между собой. Они вообще сумасшедшие результативные. Одна из самых результативных пар из тех, которые могут быть в этом сезоне. Мы первые, да, берем? Да. Андрей, что думаешь? Самый популярный счет, Костя. Самый популярный счет. Давай Реал 2-2. 2-2. Значит, про Реал, который сейчас еле обыграл Алавес, который отлетел Лилю, у которого сейчас еще вернется Мбаппе мешаться всем остальным. Проблема еще с Центром обороны. Да, они точно пропускают в каждом матче. А Васкес, Васкес. У них огромные проблемы. Это правозащитание? Слушай, и Манчелотти сказал, перестаньте разговаривать с судьями, они не перестают. Так Лукас Васкес, он же это маленький такой. Да, да, но у Милитау травма и, возможно, Карвахаля смертят в середину, потому что он уже там играет. А там же молодой какой-то был. И Лунин в воротах. А Куртуа? Лунин играл с Лили. Я думаю, что из-за Лунина по минималке проиграли. А Куртуа когда с Лили? С Пенальти пропустили. Он не ломался вроде. И вот вы Реал смотрите, но никак нет такого понятия целостность игры. Реал так всегда первые полгода играет. Они всегда как «Ревый тайм», они смотрят сейчас ответственность. Они сторонние могут найти, вот не скажешь, что вот они как барсы, которые прям в лучших матчах расставляют и развозят. А сейчас попадут на вегераль дисциплинированный, который может еще вперед бежать. Ну точно получат. Андрей, подожди. Последняя игра 4-4, если вдруг вам интересно. Ты не Андрей. Он играл как-то вот за 2-0. Но видишь, они говорят, что прям в Велереал. 2-0-0-2 то есть. Хотя я видел матч Барселона-Велереал там в одну кассу. Там они выходили, все вот это, мелкий пас. Они на чужом поле были по-другому. Так это тоже чужое поле же. Они в Мадриде вы говорите играют? Сейчас в Мадриде. В счет 2-1 я не верю. Я думаю, что победит Реал, но в счет 2-1 я не верю. В пользу Реала. В пользу Реала. Николай Николаевич, предоставим тебе слово. Предоставляете? Да, ты просился. Хорошо. Я предоставляю... Слово... Слово паспорт. Давайте растекаться я не буду. Вот эти прения той команде, просто мне доверьтесь. 2-2 в этом матче будет. Одобряю. Все. Коэффициент 2. А в этом событии в игре, знаете что? Много фолов нет? Гол. Папе. Айоса Переса. Айоса Переса. А если он не выйдет? Блядь, значит тогда... Да, просто коэффициент 1. Но просто не играет ставка. Да, не играет ставка. И тогда, если нет Айоса Переса, я могу тогда сказать, тогда гол... Кого возьмет? Нет, тогда Айоса Переса не забьет. Мне кажется, много желтых нет будет. Ну да, будет много желтых, потому что даже 4,5 и 1,7. Ну 5,5 будет, конечно. Давай больше желтых возьмем. Может быть Вар будет? А давай, может правда, Вар они просматривают часто в этих матчах. Возьмем просмотр Вар. Давай, а сколько? Я же не знаю, сколько дают. Ну Вар там... Айоса Переса возьмем гол, он Соланку угадал. Если он не выйдет... Если он не выйдет... Тогда мы берем ставку, которая... Берем Вар. Берем Вар. Берем Вар. Все, хорошо. Счет 2-2. Хорошо. А слушайте телезрители, счет не знаю будет или нет. Вееря не проиграет точно, блядь. Не говори даром. Блядь. А это плохой знак? Это да. Это черный, блядь. Это черный. Здесь появлялись соленые грибы. И будет выиграть. Блядь. 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 Давай 4. 4. 4. 6-3-1. Слышишь? Я предлагаю. Когда здесь Игорь Михайлович вместо меня, когда он любит кассера, всегда тысячу нам добавлять. Вам? Ну, кто не может? Он говорит, вы еще за это деньги. Стороны будут выигрывать. Нам. Слышите. Даже в проектах два года уже. Римон, давай. Короче. Мы сейчас думаем или 3-2 или 3-1 в пользу Реала. Что? 3-2 или 3-1. Мы сказали вообще другой счет. 3-2 или 4-2. Вы сказали 4-2, но это слишком аванчурно. 4-2 нет. 4-2. Это очень много допускает моментов. 4-2 это очень много. Реал так просто не будет. Я не понимаю. Как 4 может Реал забить? Может. Короче, 3-1 давай 10. Да, пойдем на 3-1. Пользу Реала 3-1. 3-1 в пользу. И события? Гол Мбапа. Давай? Гол Мбапа. Давай Беллингема. Гол Беллингема. Гол и Беллингема. Зачем? Какая аргументация? Он штрафные все бил. Давно не забивал. Он билет штрафные и давно ему пора. Мы берем 3-1 и гол Беллингема. Все. Точка. Я даже чихнул. Спасибо. Ты себя по рукам должен ударить. Вот осенняя простуда вам помогла. Кстати, в последнем матче в Мадриде между ними Беллингем открыл счет. 4-4 сыграли в чемпионате. 5-2 тысяч на кону. Реал выиграл в прошлом году. Соберитесь. 4-1-4-4 в прошлом году. Все, тихо. Соберитесь. Рова. 5 тысяч на кону. Петрыкин пошел. Играют капитаны. Опять? В прошлом году, в прошлый раз начинали вы. Нет. Мы. Вы. Рома. Но теперь начинаете вы и участвуют капитаны. Садитесь на мое место, Тимур. Вот твоя карточка. Тимур. Да. Присядь, я тебе расскажу правильно. Давай. За одну минуту, сейчас я возьму свой. Почему у тебя записаны идиоты? Предыдущий. Предыдущий. У тебя все равно ответы есть. Хорошо. У тебя есть ответы, у вас ответов нет. Да. У тебя нет ответов? Нет, у меня нет. А, у меня есть в виде реальных. У меня вообще даже планшет. Покажи, положи, вот так, переверни лицом, закрой вообще, чтобы там не возмущались по поводу. Закрой, закрой. Потому что Николай Николаевич возмущается, что якобы есть ответы. Давай. Николай Николаевич, тут футболисты и деятели футбольные в том числе есть. Я должен около футбольного. Мы угадываем. Не используя однокоренные слова, объяснить, что это игроки. Погнали. По моей команде начнем. Тимур, это очень хорошее. По моей команде, смотри. Итак. А мы как, вдвоем угадываем? Вы вдвоем угадываете, я не буду угадывать. Нет, после еще будет. Итак. Поехали. Нападающий Спартака, который то играет в центре, то с краю. Угальды. Да. Защитник локомотива, который бегает все время вперед. Самошников. Правозащитник. Нинахов. Да. Сын великого тренера, самого дорогого тренера в мире, который играет в футбол. Толоваев. Самый дорогой тренер. Да, да, правильно. Самый дорогой тренер в мире кто? Симеоне. Нет. Джованни Симеоне. Правильно. Нападающий, бразильский нападающий Манчестера с итальянской фамилии. Манчестер и Найтед. О, блять нет. Это Арсенал. А, Арсенал я не сдал. Иди в жопу. Все, я не сдал. Нападающий Челси, который забил в последнем матче 4 гола. Палмер. Самый великий игрок сборной Германии, которым были Бутцы. Бекенбауэр. 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 Брайтнер не засчитывается, он сказал Бекенбавер Бутсы же были Брайтнера Бекенбавер Бутсы были Брайтнера А Бутсы были Брайтнера Брайтнер сам Конечно История про Брайтнер Я думал Мартинелли в матчах, я забыл Стоп, 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 подожди То есть ты неправильно сформулировал Бутсы Назвал Мартинелли Это были правильные ответы А они все равно угадали Я не все равно угадали Смешно, что у Дани Монсанта и в Викторине были эти самые типы Уточни у вас Можно, пожалуйста, сейчас к другой команде Через ведущего все пройдет Я хочу сколько Наваре, пусть мне ответят Сколько у нас было правильных ответов Пять правильных ответов Давай я, я редко прихожу Дайте Аршен, у нас замена Нет, давайте Я тогда был Почему? Я редко прихожу Абрайтнер Я даю ему Они же это команда Астон Вилл Только, блядь, не надо как в прошлый раз Команда из Бирмингема Я говорю, Бирмингем и все смеются Мне надо пять на самом деле угадать Шесть Шесть и пять тысяч Ну, можете шесть и прямо ничтожить Все быстро Давай, поехали Три, два, один Пайнер Манчестер Юнайтед Пянхак Правильно Слева нападающая игра сейчас Когда Слева нападающая Зенита в данный момент Игорь Шалимов Называет его Педро Хорошо Тренер Динамо Лично Правильно Лучший бомбардир Зенита прошлого года Кассира Наконец-то Сейчас забил два гола против Спартака Локомотив Самошников Да, сыграл рукой на Чемпионате Мира Обсуждали это очень Кукареля Правильно Вы угадали гол, который забил за Манчестер Юнайтед Солянко В Волгограде как команду назовут? Ротер Нападающий правой Барселоны самый молодой Ямаль Главный наш в судейском корпусе Иностранец Лапочкин Не, иностранец Да ёпта, мажечь бля Иностранец Мажечь Твой любимый человек в Зените Миллер Медведев Семак Ну, Медведев Все время истекло Сколько? Миллер Сколько? Итак, со счетом Вот это да, убили Со счетом Перезаписывай Нет 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 А кто ли самый любимый человек? Сколько у нас? Подожди Самый любимый человек У нас больше явно Больше Возьмите, кто? Алексей Миллер Так не надо брызнуть Да Ну, нам конец Так Не нам Со счетом 9-5 Побеждает команда Один его и пять признан Поддаемся вам Петрыкин Петрыкин пришлите Так А, слушайте Ну, сейчас эти ваши карточки будут вашими Подсказками Сейчас А отвечает всей командой или один? Не, ну я-то... А, ну я-то видел все фамилии, они... Тимур Держи, тебе она пригодится еще А если бы отвечали про Шалимова, ответ был бы кассера, а не кассиера Смотри, конечно Смотри А что смотреть-то? И ты то же самое же Значит, ответ есть На мой вопрос Ну, это легко В этой карточке Ага Одна попытка Одна попытка Понял, понял, Коль Принимаем капитана команда Блин, я не понял Поэтому донесите до капитана На сколько у нас времени есть на это? Прям быстро Все, давай Десять секунд Что, давай, я не понял Будет вопрос Ответ есть Одна из этих фамилий в ответах За правильный ответ И еще пять Я тоже запомнил Как Тимур объяснял бы Итак, внимание Вопрос Есть у вас на карточке ответ Он начал заниматься футболом в 15 лет Играл в низших дивизионах Однажды, получив красную карточку Так расстроился Что даже хотел уйти из футбола Навсегда Но уже через несколько лет Оказался в финале Чемпионата мира Леонид Федун Пять Четыре Чемпионата мира Евро Евро Один Называйте А кто Федун? Кто такой у них? А, это у них Куда мы спорим? Бекенбауэр Бекенбауэр Итак, я принимаю Ваш вариант ответа На самом деле Это Шимон Морчиньяк После удаления Решил закончить игровую карьеру И стать судьбой Вашу крещенка Нет У нас на все свои вопросы Будет один ответ И Франции Миллер Ты извини, пожалуйста Попробуй сказать, что ты не правишь Как вы вставите Перед таким выбором Я тебе сейчас скажу Ты моргнешь? Если будет Там такие вопросы Самое вкусное американское пиво А в Магадане А в Магадане есть футбольная команда? Смотрите Есть Там тренеры нет Давайте поехали Поехали У вас будет ответ Алексей Миллер Читаю вопрос Это было написано за несколько часов до того, как ты сказал эту фразу Он родился в семье долларового миллионера Но воспитывался в строгости В детстве, когда у него сломался велосипед Ему пришлось самому зарабатывать на новый, чтобы ездить на тренировке Вместе с ведущим клубом страны выиграл чемпионат Кубок и Суперкубок Бля Джуз Фонтен Вы же обещали Миллер Черт, что ли? Черт, что ли? Он в этой группе Джуз Фонтен не знает ничего Андрей Сергеевич, у тебя безупречная репутация Ты честнейший человек, тебе обещал ответить Миллер Маркус Тюрам А подходит? Маркус Тюрам, я же знаю Маркус Тюрам Маркус Тюрам Правильный ответ Эрик Тенхак Велосипед Дальше поехали Все, нет большого Все По пятерке не разыграли Пять тысяч у вас Выходит телезрителям По нулям все остальные заработали И переходим к Италии И впереди будет Германия Интертарина Погнали Все, убираем эту? Да, эту убираем Ну мы плюс пять сейчас, да? Да, да, плюс пять вы, плюс пять Кляуза ходячая Выиграл, веселись, проиграл, не сердись Интертарина Хорошо Что вы себе пословите? Интертарина Да Ради Вот это тренерское искусство Мне кажется, это программа Чудовичный матч это Это был чудовищный матч? Ну если не вырежу Интертарина Почему? Интертарина вообще не держит в этом году Ну смотри, Интер А этот не знает, что в сторону прям гнуть Смотри Секунду Давайте начнем Я хочу с вас начать А почему слово «балаган» включают? Да, почему я тоже Зачем включают слово «балаган»? Чтобы вы отвлеклись Такие, о, что происходит Так люди этого просят Просят Просят, да Балаган? Левые балаганы Почему тебе не нравится Тарина? А мы начинаем «балаган» или они? Не знаю Смотри Не, не Константин наш ведущий сказал, что мы Обе команды проиграли в прошлом туре, да? Да Интер Никто не ждал, что Милана грохнет, да? Тарина, по-моему, с Ромой Ромой хвалтузила, да? Я здесь думаю, что Тарина попала Они правда в Тарина играют Да? Лацо, не Рома Где кто хозяин? Они и Лацо проиграли А они Лацо проиграли в Тарина, да Сейчас где они играют? Милан Интере Обеда Интера В поле Интера Да, но С Миланом не в прошлом туре играли Интера Саш, а можно так составом? И у меня вообще вопрос там же Посмотрите, шестой тур Верните турнирную таблицу Шестой тур Да А команды пропустили 7 и 8 голов Это ну Как они? Неплохо после шести туров Ювентус пока пропустил, да? Я поэтому и застрел Я понимаю Ювентус зато в Лейпциге как оторвался Да, но Ну да Да нет, там вообще классно все было Итог был Итог в последний Просто огонь был Супер вообще Давайте вернемся к этому матчу Интер Тарина И не кажется, что там просто вот так вот Большими буквами написано Обе забьют Да, обе забьют Не факт Не факт Если Интер собирается так играть В предыдущем матче Что не хотелось бы как с Миланом Потому что они так До чемпионата До чемпионства могут не добежать Такими темпами Этот Тарина на багаже Юрича едет еще 100% Да нет, вообще На багаже Юрича? Конечно А Юрича Да Роман Юрьевич Асхабад Или Бабаев Нет, там были Романоли Поэтому, наверное, Асхабад Но это реально вообще другая команда Там Роман Гурамыч Они твоих команды Ребят, хорошие Бонжорно продали Уборной не нашлось соперника А почему бы им не поехать было на Мальдивы Просто И искать соперника И искать соперника Ну не нашли Не нашли Ну ничего Ну ничего страшного И кстати Виза не нужна Еще не поздно Да Отправить тебя просмотреть Ну уже Походите Походите И главное Вживую это все Посмотреть вживую Все лужайки Посмотреть Давайте еще Будем обсуждать очень долго А Владимир Тартарина Не ждет Мне просто интересно Кто-нибудь кроме нас Смеется вот над этим Поверьте мне Поставьте лайк под этим видео Если вам хоть капельку смешно От наших выпусков Саш Дорский, пожалуйста Да Ну у Интера на самом деле Вот я не сделал Много изменений в составе Я сейчас открываю их состав На Цервену звезду Но понятно Что здесь будет Ну Цервену звезду Нелегко разобрать Не понятно Да Но здесь может быть Не знаю Да Милан никто не ожидал И под конец они разобрали Кстати Цервену Они тоже возились долго с ними И Судинезе В прошлом туре 3-2 Победа То есть наверное Интер сейчас не в лучшем состоянии Ну далеко не в лучшем состоянии В том числе за период Инзаги А где этот темненький голландец Или его уже нет Думфрис Да В прошлом туре играл Дармиан А по запросам играл кстати Ну или два тура назад играл Думфрис Думфрис будет играть Думфрис играл 90 минут Сейчас Ну Цервену они разобрали прилично Ну в конце Влад в конце Они первый тайм На самом деле Я смотрел хайлайты Тимур ну странно С Интер Они у них никого не забрали Барелла Барелла нет да? Барелла сейчас нет Вот это возможно потеря Ну так то Они только усилились Они взяли этого иранца Терми хорошо играли Он передач сейчас отдал Я его еще на карандаш взял Когда мы с Ираном играли Николай Николаевич почему-то замечают тех футболистов которых нет Николай Николаевич когда вы его взяли на карандаш Не смотри Когда с Ираном играли Когда у него уже Старина неприятная команда Ну что Махитарян конечно И что Посмотрел Михаил Махитарян Все Резко стал Махитарян резко сдал Прям резко Зелинский ты поставил Ну мне кажется что Ну надо ставить Зелинского Потому что с Махитаряном совсем плохо И Чалханаглу прям Вот в этой нижней позиции Мне когда Барелла нету Он прямо для него это прям тяжело Он Ему тоже лучше играть А ты молодеешь прям Каждую пение Ну не так резко Ну если ты хочешь сравнить В ночном клубе меняем Хитаряна Я ему хору дам Вы на Кавказе стареете Но это в пятницу В пятницу В субботу ты уже не тот В субботу ты уже Ты же Зелинский А по игре можно Ты Зелинский Ты Зелинский Ты Зелинский А в воскресенье Рыбчинский 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 А где А где А в неделе ты опять пьянь А в неделе пьянь Я ощущаю что А где А где А где А где В воскресенье Это Рыбчинский В воскресенье А в неделе пьянь А ты когда пьянь Ты отходишь Писарева делать Своими почками Объяви колку В три дня В неделе В неделе Тимура из футбольных фамилий Смешно В неделе Тимура Тогда у меня будет Дня 4 Кокоев Смешно 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 Ну 3-0 ты удивил Смешно Голов не будет Уже нет никаких событий Попытствоваться Нет 3-0-8 всего лишь Довольно вероятно Странно Да Подожди Ильич это которого Зенит хотел Да Это тот который Юрич был Ильич Его хотели С багажа Юрича на Ильича Ильича хотел Они на багаже Юрича Он очень организовал команду Правда бонжорно ушел Решили не брать Без бонжорно сложнее Бонжорно тяжело А это какой день у тебя Какой день у тебя Бонжорно Бонжорно это 3 часа дня Отключите микрофон Смотри Играет итальянский команда Да Я думаю что Я думаю что Интер все равно Хоть чуть-чуть подустал Потому что вот этот центр поля Долго не вытянет И я думаю что конечно Торино им один гол затащит Один гол затащит У тебя ротация может быть тоже Слышишь А они что на буквах экономят То ничто не фамилия То четыре буквы Я думаю один гол затащит Победу Я думаю что 2-1 Мы согласны 2-1 победы События матча Давай возьмем Слушай ну я думаю что будет Грубоватая игра Потому что Надо как-то удерживать Я думаю что будет Много желтых Не хочешь гол у Тара взять Я даже не гол хочу Не карточки А фолы Ну фолов пока нет Даже смотри 3,5 карточки Всего лишь 1,73 Когда появится 4,5 Там больше двойки будет 4,5 Желтых Мне нравится Знаешь какая Интер забьет в обоих таймах 2 Да В каждом тайме Интер забьет Давай вот эту мы берем А подожди Мне так нравится Мы берем Мы берем Гол Интера В каждом тайме Гол Интера В каждом тайме Вы сказали 3-0 В принципе Мы 3-0 все таки Переборщили 3-0 3-0 Вы не дали мне 3-0 А события Я не знаю Но по идее 3-0 то Лаутару должен забить Гол Лаутару Ну ладно Мне нравится Он не так часто приходит Там 2,40 где-то 3-0 и гол Лаутару От нашего партнера Получит команда Которая окажется наиболее точной В своих прогнозах Пока лидирует команда Тимура Но команда Влада настроена Вырвать у них хоть и 2 миллиона Поэтому Вступайте в любимую с вами команду И подписывайтесь на нас в YouTube И в ВК Все это можно сделать вон там У телега Тоже там же А теперь Рубрика В которой может схлестнуться Николай Николаевич И Роман Нагучев Айнтрахт Бавария Начинает команда Тимура Можешь поделегировать слова Да да естественно конечно Не хотелось бы схлестнуться С Николаем Николаевичем В Вайнтракте В Вайнтракте Каком нибудь Что это Айнтар Николаевич С Николая Николаевичем В Вайнтракте не плохо В Вайнтракт В Вайнтракте он неплох Реально бонжорно Давай развернуто Красиво Как ты умеешь Но это на самом деле открытие Хотя если матч в Бавард Про что Про характеристику Николаевича Про Айнтракта Это вообще не обсуждается Думаю что мы А почему мы состава не смотрели У них нет состава А их никто не знает смотри, это матч лидера в Бундеслиге. И там есть даже Тута. Играют в Вайнтракте? Да, играют в Франкс-Северномайне. В Вайнтракте. Тута Ларсен даже есть. Тута Ларсен есть, да. Как они вместе? Какие секретные падения. Бля, это супер. Тута Ларсен. А вы знаете, как это наоборот считается? Все, давай вернемся к футболу, пожалуйста. Почему? Короче, Айнтрет – большое открытие. Они еще дома против Баварии классно играют в последние годы. Там за редким исключением всегда забивают. Но я бы отметил Экитике, потому что это реально неожиданность, что футболист переходит после не очень хорошего отрезка во Франции, когда он с ПСЖ там. Это, кстати, очень часто бывает, когда из Франции в Германию приходят и начинают забивать. Вот прикинь, сейчас в Германии самое большое количество легионеров из Франции. Хотя долгое время вообще такого не было. А сейчас Англия и Франция – самые большие последние легионеры. Ну, потому что Азербайта не стали платить. Так потому что больше всего по миру игроков из Франции играют. Это да, но в Германии… Естественно, они самые богатые – Англия и Германия. Да, вот Андрей Сергеевич, за последние 10 лет, я думаю, по зарплатам, ну, не считая, конечно, Англию, это вообще особняком стоит, выросли зарплаты в Германии. Там еще выросло. У них доходы выросли. У них лига там по голам, они где-то даже Англию опережают. Знаете, что вспомнил? И зрителей больше, по-моему, в Германии. В Германии больше всего зрителей точно. В том году пятерку грузанули Баварии. Такая интрах всегда неплохо играет. Они хорошо играют в Баварии, но в этом году Бавария прям какая-то очень хорошая. Я думаю, что она еще будет злая. Вчера получилась казус, конечно, но Бавария играет очень мощно в этом году. Короче, я Акетике еще успел Баварии забить в прошлом году, хотя забил всего три гола. Сейчас и Мармуш великолепно играет. Мне кажется, что победа Баварии будет непростая. Что-то я в ней не очень уверен. Ключи состава, какие-то клички. Топ Мюллер, это же сын. А мне кажется, что это сын. А я как раз играл в Казерсталгер. У нас тренер это тот? Топ Мюллер с папой. У меня 700 лет. Когда я играл в Мудесвине, там папа тренировал, а я сын. Я помню такой беленький весь, да? Когда с Фонтеном все вместе. Да, этот тренер Казерсталгер. Это реально непримерно в отцу Мюллер. Блин, у вас и все. Он такой кудрявый. Мы не могли с ним играть, ему 300 лет. Нет, нет, тренировал. Я играл в то время, когда он тренировал. Топ Мюллер. Да, да. Кудрявый. Клаус, да. А это тренер Кири, ты говоришь, белый. А с Руди Фюллером выиграли, Николай Николаевич? Против. Я с Руди Фюлером. А что значит, что тренер Кири этот был? И с назад в будущее профессор. Можно, пожалуйста, Саша, у тебя спрашивают. Док, да, похож он был. Саша, секунду, можно давайте у Дорска вопрос? Бавария на выезде, давайте, не проиграла хорошо Астонвилле. Сейчас Айнтрахт. Тебе не кажется, что Айнтрахт, ну, похожи эти две команды? Вот так у тебя спрошу. Айнтрахт и Астонвилл? Почему? Нет, он спрашивает, похожи или нет. Вопрос. Нет, я думаю, что тяжелый матч. Давай, разверну ты тебя задам. Нет, ну я тебе ответил на вопрос. Смотри, в первом туре? Я добавлю, в первом туре Айнтрахт играл против Баруси. Мы еще здесь обсуждали и смеялись над тем, что Дортман должен дома подать кучу угловых. Они к 10-й минуте подали 7. Они сразу атакуют. Это был гостевой матч. Поэтому я думаю, что для Баварии это будет, возможно, даже не победа. Что-то типа там, не знаю, 2-2, 1-1, какой-то такой. Бавария, третий матч, ты думаешь, обосрется? Я думаю, что просто... Они с Ливеркузеном плохо? В Лиге чемпионов сейчас... Нет, ну почему плохо? Ливеркузеном не плохо. Я сыграл так, как не играл, наверное... Не выиграли. Не выиграли, я имею в виду. Ну и что? Результат не... Просто это реально. Они вчера подали 10 углов в Лиге чемпионов. Это тактически... Бавария подала 10 углов против Астудвилов. И мы и узнали твою ставочку на эту... Тактически. Это очень, кстати, правда. Очень изобретательная команда. Я только Баварию брал. И очень разнообразный. Тимур. Я понимал, что Бавария будет их возить, потому что они будут глубоко играть. Бавария у Баварии... Короче, мне кажется, что Бавария не выиграет. Согласен. Мы ставим 2-2. 2-2. Да. И много угловых. Тысячу? Ну сколько там есть, чтобы была двойка. Просто пока нет. Наверное, 10 с половиной или один. Подожди. Я думаю, угловые. Каждый минут. Блин, давай, правда, возьмем угловые. Причем угловые индивидуальные. Не, не будем гадать. Давай не будем гадать. Потому что мы тогда думали, что Бавария будет на команду. Я тоже не верю. Она в итоге подоломала, а соперник подал стопу. Давай, знаешь, возьмем штоп. Бавария выиграет по фолам за 2-35. Знаешь почему? А не факт. А вдруг она будет вести? Она будет много владеть ничем. Бавария выиграет. Потеря. Фол, помнишь? Ну да, да. Но в этом матче, думаю, что эти будут тоже бежать. Итог. Короче, 2-2 и угловых. 2-2. И угловых сколько? Утром мы сейчас ищем. 10 с половиной, 2-37. 10 с половиной угловых. У меня вопрос. В Лиге Европы какая система? Там групповые этапы? Нет, так же самое, по-моему, там лица. И они сегодня играют в Лиге Европы. Айнтрахт. В Турции, кстати. А им еще назад. Вчера сыграли. Это потому, что там с пересадкой в Москве? А мы когда выходим? Извините. Сын Николая. Мы поутру выходим. Специально ли нас? В ночи здесь записываем для вас. Бонжорно, Николай Николаевич. Бонжора. Я считаю, 3-1 Бавария. Выиграет. Я волю. 1-3. 1-3. Я волю. Германия. И обе не забьют. И обе не забьют, получается. Подстрахуемся. Да нет, это мы шутим. Балкейна, например. Бавария выиграет 3-1? События не знаю. 11. А вот я открыл ставочки сейчас. 2-2-15. Голы Бавария в обоих таймах тогда, если, ну, логично. Голы Бавария совсем. Это будет мало, но можете. Просто это может не случиться, а будет мало. Если при таком счете. Хотите удары в створ? Вот это классно. Натюрлих. Бавария пробьет 7 раз в створ. 2. Влад. Да, давай. Ты там пересматриваешь фотографии с Глебовым или что? Давай подсказкой воспользуемся командой, которая находится на данной матке. Дайвер. Больше 6,5 ударов в створ у Баварии. За матч вообще. Ударит. Ну, возьми. Если трешку забьют, уже 3. Ровно 2, Влад. А вот теперь к сумасшедшим ставкам. А вот теперь к правильному счету поставили. Сексуальный став. 3-1. Владислав. Счет после трех забитых голов будет 3-0 в пользу Баварии. Угу. 4,25. Это очень сексуальная ставка. 4,25. Давай, я тебе проиграй как раз на пятой минуте у Гомодиси. Айнтрак поведет счет. Сразу забьет. Вот именно. Айнтрак поведет счет. 3-1. Мы поставили счет. После трех забитых мячей счет будет 3-0. 4,25. Прям с буквой Е. Да ладно, давай, Родим. Бери на себя. После трех забитых мячей счет будет 3-0. Коэффициент 4,25. И счет 3-1. Счет 3-1. А теперь рандомно все те матчи, которые нас ожидают на выкенд. Потому что у него есть буква «Э». Ну, это точно. Пожалуйста. Это мы легко сейчас разорвем. И одна карточка, я напоминаю, будет для наших зрителей, которые обозначат матч. Тимур. Нет. Тимур. Ром. Тимур, тишина. Да, извините, извините. Влад, обозначь, что у вас там? Прочитай. Хэт-трик в матче. Я беру на себя. Давай. И хэт-трик в матче будет «Спартак-Ростов». «Спартак-Ростов-Хэт-трик» в матче. Даже не «Реал-Вилья-Реаль». Это рандомно. Даже не в матче «Реал-Вилья-Реаль». Мы просто отдаем эту ставлю. У нас ставка стоит «Защитник забьет гол». «Защитник забьет гол». Просто везде может забить «Защитник». Какой ты хочешь? Я лично хочу матч в «Динамо-ЦСКА». Но вы не хотите. Из-за Дивеева? Из-за Дивеева или Роша? Под Дивеева нету розыгрышей. Ну, есть, но в основном розыгрыши под Роша. Под Роша. Я за им «Тартарина», потому что есть активные фланги. А я за «Реал-Вилья-Реаль». Защитник какой защитник? Любой из четырех защитников. Нет. А в «Таре-5». Там или «Три». Все вопросы. Те, кто заявлен на позиции «Защитников» в сезоне, вот так что. Нет, Мухлежа, реально «Защитник». Смотри, можно я объясню? Можно сейчас я объясню? У нас есть партнер. У него есть приложение. В этом приложении все урегулировано. А, все. Там кто заявлен за сезон «Защитников»? Кто-то считает. Кто-то выбирает. Почему с ними проблемы? Мы быстро решаем, быстро говорим. Никого не задерживаем. Станин, сын Николая, объявляйте регламенты. Они вот так. Выпусняйте «Защитник». Крайний «Защитник» тоже. Выбирайте «Ра». Давай. Выбирайте «Ра». Все, ладно. Мы поддержим «Отечественный». Вот и «Ра» защитник. Все, мы поддержим «Отечественный» матч. Давай. Мы. Я поддерживаю «РПЛ». Как фанат «ЛПЛ». Поддерживаю матч и беру матч «Динамо» от «ЦСК». Кто? Как фанат «ЛПЛ». ЛФК. Не, ну, здесь же лечебную физкультуру. Честно говоря, может быть, и «Осипенко» может забить гол? Подожди. Но я беру матч «ЦСК-Динамо». «ЦСК-Динамо». А ясный, Глебов может забить гол. Представляешь, если «Осипенко» делает хет-трик, и он забьет. Мы взяли, будет хет-трик, я выбрал матч «Спартак-Ра». Николай Николаевич посмотрел на меня и говорит, «Глебов». А ты взял чей хет-трик? «Спартак-Ра». Может быть, там хет-трик будет. Внимание, внимание. Я вытащил для наших телезрителей карточку с прогнозом победы одной из команд с разницей в три мяча. Выведите, пожалуйста, все матчи на экран. Три мяча – это минус два с половиной или больше трех мячей? С разницей в три мяча. Ну, три и больше, короче. Да, с разницей в три мяча. Вот прямо сейчас выведите на экран. Отлично. Пишите в комментариях ваш вариант. Все те, кто дадут правильные ответы. Из них мы выберем одного победителя. Кость, только скажи, пожалуйста, зрителям, что мы не будем учитывать, если там будет только два слова. «Динамо», «ЦСК», «4-0», например, там, или «Остановило». Там должно быть больше информации, но больше, чем две строчки. Нет, нужно выбрать просто матч. Нет, человек должен написать больше, чем два слова. Больше, чем просто счет указать. Больше, чем название матча. Чуть-чуть событий, чтобы легче было определять право. Посоревнуйтесь в эпистолярном жанре. У кого будет более развернутый комментарий, а в итальянское телевидение перешел, те получат от нашего партнера вот такую штуку. К сожалению, это не айфон. Всем хороших выходных. Если такой был бы айфон, это было бы к счастью, что ты не такого размера была. Алло, Лариса. Он когда-то таким и был. Это футбол, брат. А у тебя, Костякин Алисов, стоп. На сегодня заканчиваем, расходимся. Через недельку мы здесь вернемся. Спасибо, что смотрели, здесь вернемся опять. Мне приходить. Андрей. Андрей Сергеевич. Аказера? Аказера? После того, что ты сегодня утопил команду, я довольно-таки угадал. Аказера? Аказера? Аказера запасных похожа. Аказера? Аказера? Прикинь, Андрей Сергеевич на следующий раз приходит в футболке и специальный мягкий знак сорвал. И будет кассера. Хочется, чтобы вы... По аналогии, тогда это получается у нас либо Соболев, либо Ганду. Все. Давайте так. Хочется, чтобы вы на этих выходных пополнили свою кассеру. Пока. Через неделю здесь. Подписка, лайк, колокольчик, комментарий. Все туда. Это помогает нам развиваться. Пока. Че ты хотел нас подклопить? Блять. Не, был... Тим, у тебя был такой телефон мобильный? Моторола. Был? Конечно. Ходил специальный человек сзади носил. Да, я так узкого там за спиной. И сколько они ржали сегодня? Ой, как хорошо.